Так, я понял, что я ложусь поздно, точнее позднее, чем мог бы, потому что играю с телефончиком. Но не только, я ещё смотрю передачи комические, сейчас показывали что-то про Ольгу Бузову. Я всё время, кстати, смотрю вот эту вот рекламу, где, ну не всё время смотрю, а её просто показывают в какой-то передаче, там, где она ищет Батрут Динову жену, а он ищет ей мужа. И они такие говорят, вот мы опять, или не опять, мы случайно встретились, чтобы наконец-то... И Батрут Динов говорит, найти тебе мужа. А Ольга Бузов говорит, и тебе. И такая пауза. Жену. Мне всегда кажется, они могли бы сделать это веселее, просто она бы сказала, и тебе. Ладно, я непонятно говорю, да? Это потому что... Потому что я не очень готовился. А так, сегодня у меня случился казус неприятный, но... Как это? Может быть, в этом и есть какие-то плюсы? Какой-то плюс, возможно, в этом всё-таки есть. Мои любимые жёлтые ботиночки сегодня были проколоты. Я сначала смотрю, какой-то камушек, когда шёл в столовку. И, в общем, ну, как-то даже прям больно было иногда, когда что-то там, видимо, на дороге выпирало, именно туда, где у меня вот это вот что-то попало. В общем, иногда было больно первому пальцу. Я подумал, ну вот всё, что-то надо делать. Хотя, они не промокали ещё. Я подумал, может быть, они не будут промокать. Но всё равно. Потом пошёл в магазин, в ленту, и... Кажется, я болею. Нет. Не знаю. Нет. И посмотрел там какие-то женские галоши. Ну, такого типа. Там были только женские галоши. И они стоили 300 рублей. Ну, я парочку нашёл своего размера и спрятал между сетками там какими-то. Ну, как спрятал? Просто положил, отложил немножко. И потом выходил... А, ещё по дороге... Не по дороге, а ещё где-то там, пока я мерил эти галоши, я достал этот камушек. Это оказалась такая пластмассовая частичка от чего-то. Действительно острая и длинная. И она действительно могла достать мне до пальца. И она доставала до пальца, я это чувствовал. И потом я что-то купил продукт и пошёл дальше заниматься. Но я не дошёл до занятий. Я вышел из магазина, и у меня тут же за 15 секунд промок палец на ноге. И я понял, что да, вот то, что я вытащил эту штуку, у меня сразу же теперь мокрые ботинки будут всегда. Очень хорошие, очень тёплые. Они мне прослужили всю предыдущую зиму. А может быть, даже и парочку зиму. Их можно было мыть прямо полностью внутри. Я их прямо так мыл хорошо. Они становились вообще чистыми. Пару раз. Вот. А теперь я купил за 300 рублей галоши. Но зато они сиреневого цвета. Всё-таки не жёлтого. Не такого броского. Хотя... Ну да, нормальный цвет. Мне нравится. На самом деле. Но они совсем другого качества. У них там эта подмётка скользит. Подмётка по подошве. Не знаю, как это сказать. Подкладка. И... Это не очень. Некачественные они. Явно. Потом я пришёл и решил посмотреть, кстати, фильм, который называется «Чёрная дыра». Ну, у меня же дырка в жёлтом ботинке. Она, правда, не совсем чёрная. И она такая маленькая. Ну, в общем, фильм «Чёрная дыра». Смотрю, смотрю. Бац. Опять тот же самый актёр, который был вчера в фильме «Трикса». Причём я взял этот фильм «Чёрная дыра» просто... Я ввёл название «Дыра». Потому что у меня было такое слово в голове. Вот. И из-за того, что в HD-качестве был этот фильм из более современных, я этот и начал смотреть. Он оказался с тем же самым актёром. Я его когда-то смотрел по телевизору, я его абсолютно в полсилы посмотрел, и всё. А ещё у юмористов. У юмористов я вот забыл, потому что там они как-то выбрали одного юмориста и сказали, что другой был смешнее, чем тот, кого они выбрали. Но тому, кого они выбрали, это нужнее. То есть вот такие вот решения принимаются иногда. У меня они крайне, на самом деле... Да не крайне. Это всё ерунда, но... Это немножко... На что-то похоже. И меня это как-то впечатлило, и я забыл, что тот, кого выбрали как раз, кто был не таким смешным, рассказал очень интересную историю. Я даже проверил в интернете, что по-вьетнамски бедняк или бедный... Бедный. Бедный по-вьетнамски это няо, няо. Или няо, няо. В общем, это похоже на то, как мяукают кошки. И поэтому вьетнамцы иногда не хотят заводить кошек, потому что у них кошки ходят по квартире и говорят бедный, бедный. Мне это очень понравилось. И это реальная история, я посмотрел по переводчику даже.